Всем привет! Вы смотрите LoveBlog Основой JavaScript И сегодня у нас заключительный урок этого курса Мы закончим работу с событиями и научимся писать делегирование событий Итак, бежим прямиком в наш редактор кода и видим код, на котором мы остановились на прошлом уроке Все замечательно, все классно, все работает это кроссбраузерные события Но что теперь вообще? В чем суть делегирования событий? Суть проста Вы помните уже, в самом начале мы рассматривали когда мы только приступили к событиям процессы всплытия, баблинг и захвата таргетинга таргетинга и эти две вещи сказали нам о чем? о том, что мы можем вешать события о том, что события повешенные на дочерние элементы срабатывают тогда, даже тогда, когда происходит взаимодействие с родительским элементом а следовательно из этого вывода какой? что мы можем повесить события на родительский элемент и наши дочерние элементы также примут это событие на себя так же сработает то есть давайте проще на практике все это рассмотрим мы повесим события на весь наш документ давайте делаем это так это мы все можем удалить сделаем следующее заместо кнопок наших мы вешаем на весь документ и функция будет наша change color но пока пусть будет какая-нибудь пробная чтобы вы поняли тест функ тут мы ее описываем тест функ пусть будет что-нибудь простое в стиле в стиле алерта выкликнули в точку документа смотрим проверяем так ошибка на восьмой строке ну конечно это у нас не метод а функция так смотрим кликаем ничего не происходит почему 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 все потому что мы написали функцию после того как повесили обработчик надо до сохраняем проверяем более все работает видите куда бы вы ни кликнули на кнопку на h элемент заголовка куда угодно везде всплывает одно и то же мы повесили события на весь документ на весь начиная отсюда пишет ему и вы убедились что все работает можно просто закомментировать оно больше не нужно теперь мы знаю что надо change color но как нам сделать чтобы change color срабатывал именно когда мы нажимаем на наши замечательные кнопки то есть логика у нас какая нам придется здесь делать проверку на элементы которые нам нужны но тут я хочу сразу битву зайца во первых у нас вот это не очень красиво написано что мы каждый раз проверяем по идишнику можно это сделать проще и что именно я предлагаю мы воспользуемся html5 атрибутом data делаем вот data color и здесь мы будем в этом data атрибуте в виде строки передавать название цветовой темы которую мы хотим использовать то есть айдишники у нас не будут больше задействовать как же мы теперь это делаем обратите внимание то есть здесь мы все делаем правильно prevent default срабатывает берем элемент а теперь мы здесь поставим запятую напишем следующую переменную так ее назовем colorData и мы в нашем элементе с помощью метода get attribute возьмем наш значение нашего атрибута data color сразу же проверим выведем консоль colorData это мы пока что закомментируем все возвращаемся смотрим обновляем браузер в консоль смотрим и ничего не видим почему же по той же причине почему и в начале потому что функцию записали после обработчика надо до смотрим теперь проверяем вот когда мы нажимаем на какие-то элементы где дата атрибута мы получаем null а когда мы нажимаем на наши кнопочки замечательные где дата атрибута дата color прописаны мы получаем то что нужно замечательно теперь как мы можем сделать простую проверку то есть если в принципе colorData существует значит это мы кликнули на то что надо то только тогда запускаем запускаем весь наш механизм и теперь следовательно сделаем все просто документ body класс name тот самый colorData потому что у нас colorData соответствует нашим классам night and day и вот это мы можем смело удалить смотрите как он прощается вот так красиво получилось смотрим обновляем все работает все точно так же работает но код стал красивее в разы короче и какие тут две вещи первая гибкость то что мы можем легко добавлять новые кнопки даже другие элементы смотрите добавим ссылку добавим ей новый класс какой нибудь нет да так color ну атрибут пусть это будет схема типа helloDos helloDos пусть будет color white background blue blue вот мы создали новый кнопку сразу кстати сделаем проверку перехода на какой нибудь яндекс точка смотрим добавляем добавляем что не видим конечно потому что мне написали привет ДОС. Теперь мы его видим. Смотрим. Привет, ДОС, синяя, наша вот новая цветовая схема. Похоже на ДОС? По-моему, похоже. Так, то есть, смотрите, мы получаем первое, гибкость, благодаря делегации, то есть мы повесили на весь документ, легко добавляем новые и нам не приходится ничего особо больше менять, просто добавляем новые HTML и все, с необходимыми нам параметрами. А второе, это скорость, производительность, то есть, если вы обратили внимание, мы удалили наш цикл и нам теперь не надо вешать на каждую кнопку, на каждый элемент, всего одно, один обработчик, один EventHandler, вот он, он вешается всего на один документ. И скорость, производительность, те люди, которые будут продолжать изучать JavaScript и задумываются над этим вопросом, скорее всего, такое время придет, то вы узнаете, что циклы, они очень затратны и просто так их использовать не стоит, особенно в работе с выборкой HTML элементов. То есть, это одни из самых затратных вещей циклы и выборки HTML элементов. То есть, все, что связано с дом-деревом, лучше делать как можно меньше, производительность будет больше. Так, а что, если мы хотим добавить еще одно событие? Например, чтобы все это было, срабатывало при наведении маус-оу, а при клике срабатывало бы что-нибудь другое, например, отключалось к базовому. Все бы приходило к базовой цветовой схеме. Для этого нам придется, смотрите, мы не будем копировать заново, дублировать код и писать другую функцию, которую мы могли бы просто туда вставить. А давайте-ка просто изменим вот эту так, чтобы она была универсальной. Ну и сделаем мы это довольно просто. Напишем такую проверку. Если тип события клик, то пусть будет удаление какого-либо класса. и все к исходному пусть приходит. В другом случае... В другом случае у нас это маус-ховер. Может это его уточнить? Маус-ховер. Пусть заменяется. Так, сохраняем, обновляем страницу, смотрим. Видите, при ховере я даже не кликаю. Все меняется, а при нажатии сбрасывается на стандартную. Вот так вот. На этом все, друзья. Вы просмотрели весь курс основы джаваскрипта на лоблог. Получили, надеюсь, много полезных знаний. Я даже уверен в этом. И что я хочу сказать. Какие пару напутственных слов. Продолжайте изучать этот замечательный язык, потому что за ним будущее. Если вкратце... Продолжайте совершенствоваться. Продолжайте пробовать что-то новое. Продолжайте... Если вы только-только самые новички и посмотрели весь этот курс, прежде всего вообще не сталкиваясь с джаваскриптом, то сразу же переходите к изучению jQuery. Потому что это сэкономит вам уйму времени в вашей разработке. После этого вы можете посмотреть. У нас же также курс по бэкбону. Это уже еще более сложные вещи. Но, скорее всего, это уже где-нибудь после полугода практики нормальной работы фронтенд-разработчиком. Когда вы уже все освоите. Освоите в полной степени jQuery. Освоите в полной степени верстку. Освоите различные стандартные модули, которые используются на сайтах. Такие, как всякие аккордеоны, попапы в слывающие окна, слайдеры и так далее. Когда вы все это поймете, напишите, сможете сами. После всего этого вы смело приступаете к jQuery. jQuery, точнее, jQuery вы уже в это время будете изучать и использовать вовсю. Потому что в основном многие такие модули и плагины написаны на jQuery. И после этого вы уже можете приступать к каким-то более сложным вещам. Таким как MVC, парадигма MVC на JavaScript. И в том числе нашему курсу по этой теме, по фреймворку Backbone на лоу-блоге. Что еще хочу сказать, друзья. У нас идет потихоньку рост. Мы растем, развиваемся. И люди начали больше оставлять комментариев, больше писать, больше отзывов. Наши вебинары дают на это особое, кстати, тоже дали толчок, можно сказать, к развитию. Но что я хочу еще заявить и попросить. Будет урок по некоторым очень классным фишкам в JavaScript, который 100% подымет ваше качество как разработчик, и ценность как специалиста, если вы хотите куда-то устроиться на работу. И этот урок по JavaScript, скорее всего, это даже потом будет серия уроков. Но вот именно вот этот будет выложен у нас на сайте только после того, как вы, друзья, поможете набрать нам 1000 подписчиков на канале. Сейчас у нас, по-моему, полтыщи, 500 с чем-то. И я уверен, что все вы можете нам в этом помочь. Пригласите своих друзей и знакомых, попросите их подписаться. И я думаю, так пойдет развитие быстрее. Оставляйте комментариев как можно больше, потому что это все помогает другим людям находить всю эту информацию гораздо быстрее. Это помогает нам расти, это дает нам мотивацию еще больше выпускать уроков и писать для вас. Поэтому, друзья, все в ваших руках, чтобы процесс развития лоу-блога пошел быстрее, а также и процесс вашего собственного развития. Потому что, я думаю, лоу-блог вы смотрите не просто так, и это вам в чем-то помогает, и вам это нравится. Также, друзья, все желающие вступить в сообщество, пишите нам на info.sobako.loblog.ru Много-много тем, много-много курсов, которые можно охватить. И очень много перспектив в будущем. Поэтому, друзья, жду, когда я увижу, что тысячи подписчиков будет на лоу-блог, я выложу вам секретный урок от этого курса, который в него не вошел. Итак, всем спасибо. До новых встреч, друзья. Оставайтесь с нами, смотрите лоу-блог. С вами был Чернобаев Николай. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok